Краевой конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности проводится в соответствии с указом президента России. Участниками конкурса стали лучшие педагоги кубанских школ со стажем работы не менее трёх лет. В числе победителей были и представители Славянского района. Хороший учитель математики – это человек, который не только разбирается в тонкостях очень важного предмета, но и знает, как привлечь внимание учащихся, как интересно преподнести тему и заинтересовать обучением. Всё это есть в избытке у педагога Галины Соболевой. Её победа в краевом конкурсе стала большой радостью для 8-й школы посёлка Садового. Галина Владимировна – педагог, который отработал в нашем учреждении уже более 10 лет, имеет высшую квалификационную категорию, замечательный учитель, всегда находит общий язык с детьми, проводит уроки на высоком профессиональном уровне, очень интересные, с применением новых образовательных технологий, техники, поэтому мы очень рады данной победе. На выбор профессии Галины Соболевой сильно повлияла её бабушка. С юных лет ученица мечтала о том, как сама когда-нибудь встанет у школьной доски, и её мечта осуществилась – она преподает свой любимый предмет. Недаром великие говорили, что математика – это царица наук. Моя бабушка была преподавателем начальных классов, я была уверена, что стану преподавателем ещё с детского сада. Думала, что буду преподавателем начальных классов как бабушка, но с пятого класса влюбилась в математику. Это моя среда, я очень люблю этот предмет и очень хочу, чтобы мои учащиеся также любили и по достоинству оценили эту науку. Победить в престижном конкурсе было очень непросто. Авторитетная конкурсная комиссия провела экспертную оценку профессиональных достижений учителей. Были выбраны действительно лучшие из лучших. Всего 48 педагогов, из которых два из Славянского района. Победители получили премию в размере 200 тысяч рублей. Здесь и лично моё участие в конкурсах и педагогических, транслирование моего опыта на педагогических площадках и сообществах различных уровней. Региональные, всероссийские, даже международный уровень. И также то, что дети, которых я обучаю, получили призовые места и стали победителями конкурсов, исследовательских работ, олимпиад различных уровней. Также хорошая положительная динамика сдачи экзаменационных работ выпускниками в нашей школе, которыми я очень горжусь. Высокая оценка её самоотверженного труда очень приятна для учителя. Но она не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди новые задачи и новые профессиональные вершины. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Будем стараться участвовать в различных конкурсах также, побеждать. Я думаю, что всё у нас впереди. Современная школа по своему техническому оснащению очень отличается от той, что была раньше, когда начала работать героиня нашего репортажа. В восьмой школе открылся в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования, Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Специальное оборудование позволяет расширять возможности обучения. Но даже самые совершенные гаджеты не заменят учителя. Они только помогают ему в работе. Благодаря творческому подходу и неравнодушию Галины Соболевой, её ученики получают качественные знания, которые очень помогут им в будущем. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».